Телеканал КРТ представляет В ответ Турция наращивает военное присутствие в провинции Идлиб и если это название международные корреспонденты и аналитики уже выучили, то теперь им приходится заучивать название ключевого поселка Нейраб, контроль над которым открывает путь сирийской армии на Сармин и далее на город Идлиб. Здесь уже недели идут кровопролитные бои, в которых Турция открыто поддерживает протурецких боевиков в столкновениях с армией Асада, не смущаясь того, что часть из них входят в исламистские группировки. А Россия бомбит этих самых боевиков, не смущаясь того, что они находятся в непосредственной близости с регулярными турецкими частями. В наземных боях с обеих сторон задействованы гаубичные батареи крупного калибра, танки и БМП. Россия использует штурмовики Су-24, переброшенные на базу Хмеймим за сутки до начала боев за Нейраб. По некоторым данным, в боях приняли участие подразделения сил специальных операций России. По итогу кровопролитных боев обе стороны заявляют о контроле над Нейрабом. На самом деле, протурецкие силы при поддержке регулярной армии Турции и сирийская армия контролируют различные части и окраины поселка. Что интересно, если в Нейрабе установилась пусть шаткая, но равновесие, то на юге Идлиба войска Асада освободили десятки населенных пунктов, главный из которых город Кяфр-Нубуль, последняя преграда перед трассой М4 Латакия-Алеппо, которую сирийцы планируют деблокировать в ближайшие дни. При этом Москва и Анкара обвиняют друг друга в срыве договоренностей по Идлибу, подписанных в сентябре 2018 года. Попытки России и Турции разрешить кризис дипломатически пока ничего не дают. Три раунда переговоров спецпредставителей по Сирии 8, 10 и 18 февраля не завершились подписанием новых договоренностей по Идлибу. 4 и 12 февраля президенты России и Турции обсудили по телефону обострение ситуации в Идлибе и подтвердили приверженность соглашению о 2018 году. 18 февраля в Москву приезжал министр иностранных дел Турции Мевлю Тачавушаглу, который заявил о возможности очередной встречи на высшем уровне по проблеме Идлиба. Очередной телефонный разговор Эрдогана с Путиным прошел 22 февраля и он не привел к деэскалации. При этом на северо-востоке Сирии продолжают действовать совместные российско-турецкие патрули, а значит сохраняется шанс на разрядку. Более подробно о ситуации в Сирии и подготовке возможного саммита в составе лидеров Турции, России, Франции и Германии мы поговорим с главным редактором дипломатических комментариев Аурахом Рамданом. Добрый день, Аурах. Добрый день, Дмитрий. Первый вопрос у меня связан с тем, что когда аналитики говорят про турецко-сирийский конфликт, про противостояние турецкой армии, турецких прокси с сирийской армией, возникает вопрос, ведь цели Турции достаточно ограничены, ведь для них главная задача это все-таки создать коридор безопасности или зону безопасности против курдов. Почему дошло до столкновения с сирийской армией, почему дошло до такого открытого конфликта, где фактически фронтальное столкновение двух армий произошло? Да, на самом деле, если прослеживать или посмотреть на события февраля месяца, текущего месяца, мы видим, что это прокси-война, контактная война между Россией и Турцией в провинции Эдлиб. Она связана с ситуативными интересами, которые появились, которые параллельно идут с ливийским кризисом. Идет очень такая сугубо прагматичная, я бы сказал, даже коммерческая такая вот борьба или какие-то торг, пошел торг. На очень серьезные активы международной экономики и политики, связанные с энергоносителями и связанные с интересами над территориями, которые являются очень важными, как вассальные территории, как для Османской империи в новой формате. И как для новой Российской империи в лице, скажем, Путинской России, как говорят. Поэтому в этом плане имперские амбиции двух лидеров, они уже начали реализовываться именно в этом конфликте. Вот почему мы видим, я бы сказал, с первого взгляда, какие-то алогичные, какие-то очень соизмеримые с локальными конфликтами, их классические интерпретации должны проходить. Именно когда началась турецкая кампания в Ливии, на уровне высадки специалистов, войск ограниченных, но в качестве консультантов для правительства Сараджа. Да, это в Триполи. Почему? Потому что Турция заинтересована именно в своих интересах, заинтересована обеспечить свою энергетическую безопасность даже. Почему? Потому что она хочет иметь какие-то активы, какую-то долю нефтяные и газовые, и не только в ливийском, как говорят в арабском языке, торты. Да, да. Вот такая вот. И поэтому в этом плане, поэтому Турция, она уже идет давить Египетский фронт для того, чтобы получить какие-то уступки от коллекции России, российской коллекции в лице Египта, Эмиратов, Франции. Естественно, за этим еще стоит Соединенные Штаты Америки. Казалось бы, Соединенные Штаты Америки в классической форме это антагонист России, но в ливийском конфликте являются союзниками. Видите, вот какая-то... Когда вы перечисляете союзников, то по методу как-то дополнения, значит, на стороне Турции, значит, по идее должен быть, мы понимаем, Катар, наверное. Да, понимаете, правильно. Катар, ну кто еще, может быть, Италия. Италия, да, которые имеют свои тоже интересы. Но вот в связи с этим... Кстати, я еще добавлю, то, что касается ливийской проблематики, именно Турция, у Турции очень серьезный Турция. Это признание международным сообществом правительства Сараджа. Поэтому в этом плане она занимает очень удобную позицию в форме торговли с Россией за интересы не только в Ливии, в том числе и в Сирии. Почему? Потому что как раз то, что касается Италиевской провинции, там не только для того, чтобы обеспечить или создавать некий такой санитарный коридор между Сирией и Турцией. Там еще есть и интересы экономического характера, это сельскохозяйственная, очень удобная такая хорошая провинция. И есть еще разговоры, то есть какие-то исследования о том, что еще есть залежи серьезных энергоносителей в этом регионе. Вот как раз все связано с деньгами. Ну и самый последний вопрос. Как в арабском и в тюркском мире воспринимают перспективу конференции Турции, России, Франции и Германии? 5 марта. То есть, ну вы знаете, что вот опять же противоречия, она подтверждена на 5 марта или все это еще... Еще переговоры. Почему? Потому что до сих пор это было заявлено 5, но до сих пор это под сомнением. Я вижу, со своей точки зрения, находясь в Украине, что повторяется, некий такой будет наподобие только в нормандском формате, только естественно в Зазеркалье. Вот так вот. Почему? Потому что я вижу, что Эрдоган будет создавать некий Донбасс такой, сирийский, как Идлиб. Естественно, население, большинство населения этого региона за Эрдогана, как у нас там на Донбассе. Но я говорю Кокея, потому что мы должны быть реалистами, да. Поэтому в этом плане, чтобы вывести эрдоганские войска или эрдоганский, скажем, сегмент политический, невозможно. Это уже получим именно синдром, скажем, нормандского формата уже в лице нового конфликта. Потом, почему, кстати, те же лидеры Европейского Союза, Макрон и Меркель, как раз они будут присутствовать и вот как вот переговорщики или как гарантии со стороны Европейского Союза. Но я понимаю, почему. Они не заинтересованы из конфликта, для того, чтобы не было большого потока мигрантов с сомнительной репутацией, имеются в виду джихадисты, террористы и так далее. Им это не нужно. Почему? Им нужна спокойная Европа, кормить лишних сирийских беженцев. Это не по карману сейчас. И к тому же, Эрдоган будет очень выгодно использовать именно европейских партнеров, чтобы надавить еще на Путин. И так у него тут и головная боль, тут и виноватый на Донбассе, и еще он видит. Поэтому ему будет, наверное, не сладко. Ну, так, я так думаю. Потому что он может от него что-то... Путин пойдет на уступки. Я хочу сказать, что подводя итоги, я хочу сказать, что, в общем-то, это ухудшенный нормандский формат, потому что, во-первых, не представлена Сирия, на территории которой это приходит. И из внешних сил не представлен Иран, который все-таки тоже принимает участие. И тоже, наверное, если мы говорим про столкновение Турции и России, ну, через Прокси, в принципе. Это Прокси, да. Да. То, возможно, Иран третерадующийся, как у нас говорят в этой ситуации, потому что у него свои интересы не связаны ни с одной коалицией, ни с другой, а с неким продвижением своего шиитского мира. Благодарю вас, Аурак. Это был Аурак Рамдан, главный редактор издания «Дипломатические комментарии». Спасибо. Спасибо вам очень. Спасибо.